Сегодня заключительный день деловой программы Петербургского экономического форума. В центре внимания молодежи обсуждают поддержку стартапов, развитие профессиональных сообществ, туризм, экологию, в планах создания инновационной площадки для молодежи, формирование кадрового резерва. Международная повестка тоже в центре внимания. Иностранцы заинтересованы в наших технологиях и специалистах. Все партнеры, которые были у африканских стран до сегодняшнего дня, это тех партнеров, которые интересны в том, чтобы эксплуатировать африканские ресурсы. Приходят, завозят, трансформируют и потом нам продают. А у России нет такой потребности, потому что у России есть свои собственные ресурсы достаточно. Зато у России есть технология. Мы сегодня здесь встречали одного из шейха Омана, крупных застройщиков Омана. И диалог у них очень простой и по-восточному добрый. Скажите, где вам нарезать земли, мы вам нарежем. И, пожалуйста, заходите, стройте. Мы хотим русскую резиденцию. Тюменская область особенно привлекает потенциальных партнеров полезными ископаемыми. Об этом говорит растущий интерес к ассоциации нефтегазового кластера. Мы видим потенциал работы с Азербайджаном. Я представил один из проектов, который разработала группа ГМС. Это проект по бесштанговой добыче нефти. Я надеюсь, что Сакар одна из первых компаний, которая начнет приобретать данную продукцию у нашего завода. Международный экономический форум еще раз доказал, что многие страны сегодня готовы сотрудничать с Россией, вместе развивать бизнес. Интерес взаимовыгодный и долгосрочный. Татьяна Воротилова, Александр Сторожок, Тюменская служба новостей.